Основанием мысль является, наряду с нормами права, еще и фактические обстоятельства. Нормы права не являются для суда, по данному спору обязательными. У нас есть значение фактических обстоятельств. У нас это решение можно обжаловать, законодатель протокол, но этим протоколом продавать замечание. Запись очень удивительна, как можно оценивать заявление судьи, который говорит о том, что в суде, именно в том, который он рассматривает, фактические обстоятельства имеют большее значение, чем нормы права. И нормы права, как следует из текста, вообще не учитываются. Да, судья в начале судебного заседания, ознакомливая с правами и обязанностями, которые имеют лица, участвующие в деле, вместе с этим сказала о том, что именно в данном судебном процессе для суда нормы права не являются обязательными, а являются лишь обязательными фактические обстоятельства по делу. Мне сначала показалось, что мне послышалось, но в итоге в записи оказалось именно это. То есть данная запись, соответственно, приобщена к материалам дела. Поэтому, ну как воспринимать это утверждение судьи? Думаем, что законных решений мы не добьемся. Собственно говоря, вчера уже одно такое у нас случилось, когда нам отказали в снятии обеспечительных мер, хотя суду мы пояснили о том, что в Доме культуры горячей воды никогда не было. И мы не можем исполнить данные обеспечительные меры, потому что нельзя поставить то, чего нет. Суд оставил это без внимания. Значит, уже получается, что ее обещание не руководствоваться законом как бы начало исполняться данным составом суда. Кроме того, обсуждался вопрос о подсудности, потому что спор у нас заявлен, ну спор у нас ведется между двумя юридическими лицами. Спор экономический, поскольку спор у нас вытекает из обязательств, из договорных отношений. К действиям ссылается, что договоры действующие. Мы говорим о том, что нет, договоры не действующие, что занимает истец помещения незаконно. То есть здесь явно прослеживается, что здесь подсудность спора. Это явно арбитражным судам, то есть арбитражному суду Московской области. Но статья в Гражданско-процессуальном кодексе, она как бы имеет такую конструкцию, что не обязательно должно заявляться ходатайство. То есть конструкция этой статьи состоит в том, что суд при рассмотрении дела, установив, что данное дело ему не подсудно, сам принимает решение о том, что данное дело нужно передать на рассмотрение арбитражного суда. Мы этот вопрос вчера обсуждали в судебном процессе. Ну, как-то суд сказал, мы заявили о том, что считаем, что этот состав незаконный. Ну, судья Зарянова решила, что она в законном составе слушает. Ну, соответственно, заявив об этом письменно, мы теперь будем иметь возможность в апелляционной, в кассационной инстанции ссылаться на данный факт. Почему не обжалуем раньше меры? Ну, потому что суд принял меры обеспечительные. Сейчас несет убытки не только совхоз, убытки несет и ООО «Оздоровительный центр», поскольку именно у него в доверительном управлении находится данное здание. Ну, и потом, я не думаю, что решение какое бы ни было вынесено по фактическим обстоятельствам, не руководствуясь нормами закона, я не думаю, что по такому же принципу будет дело слушать апелляционные инстанции, кассационные, уж тем более Верховный суд. Конечно, с одной стороны кажется смешно, потому что, ну, открываем закон о статусе судей, читаем третью статью, где написано, что судья должен руководствоваться Конституцией федеральными законами. Открываем статью, которая содержит текст присяги, который судья приносит в торжественной обстановке, и говорит, что я обязуюсь неукоснительно соблюдать все законы. Ну, в итоге, видите, по каким-то делам, потому что формулировка звучит именно так, что в этом деле, то есть в этом деле суд у нас законом руководствоваться не будет. Он нам сообщил, будет фактическими обстоятельствами, ну, кто фактически обстоятельства будет у нас устанавливать для суда. Ну, нам стоит, наверное, подумать, допустить, попытаться установить это лицо. Ну, я думаю, что это, наверное, будет господин Жуков, который будет говорить о том, что нет, ну как, он же трясет бумажками, говорит, я тут законно, я тут законно, а ни одной бумажки у него нет, то есть законной, потому что все договоры давно прекратили свое действие, обязательства исполнены, сам Жуков все бумаги и все закрывающие документы подписал, но теперь он незаконно занимает здание Дома культуры, ни копейки денег не оплачивается, ни совхозу Ленина, ни оздоровительному центру, ну, поэтому в данный момент Жуков приносит убытки, прежде всего, бюджету, потому что любое незаконное занятие, любое незаконное пользование коммунальными услугами, это все влечет, в том числе и начисление процентов по 395-й статье, начисление бездоговорной коммунальных услуг, там тоже федеральными законами о теплоснабжении, а водоснабжение, водоотведение, там также и постановлениями, которые утвердили правила данные, там тоже предусмотрены определенные коэффициенты повышающие, вот, ну, поэтому посмотрим, что будет дальше, какое решение примет суд. А суд сейчас, это Видновский районный суд? Да, это Видновский районный суд, у нас упорно не хочет. Между двумя юридическими лицами? Ну, между, да, и экономический спор, потому что из договора вытекает, то есть они усиленно не хотят, значит, понимать, что понятие предпринимательской деятельности, экономической деятельности, это неравнозначное понятие, а как раз ГПК говорит о том, что именно когда суд установит о том, что из экономических правоотношений возник спор, то есть тут не имеет значения, то есть МБУК культуры осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, но если спор идет из договора, если вопрос идет об оплате, о поставке, об обязании, исполнении каких-то обязательств, то есть тут в любом случае, что данные споры рассматривают арбитражные суды. Спасибо, будем следить и дальше.